Всем привет! На этой неделе парламент принял несколько интересных законов. Один из них касается интернета, сайтов, социальных сетей и мессенджер. Теперь там будут следить за разжиганием розни и наказывать за фейки. Все это безусловно правильные шаги. Но как новый закон будет работать на практике? Также в сегодняшнем выпуске обсудим очередной, уже 11-й по счету пакет антироссийских санкций. В них, кстати, упоминается и Казахстан. Грозит ли нам наказание за продажу России товаров двойного назначения? Что по этому поводу говорят чиновники? Сейчас расскажем, смотрим короткую заставку и поехали. Начнем с закона об онлайн-платформах. В нем авторы попробовали перечислить все проблемные места. К примеру, в документе помимо пунктов о фейках и буллинге прописаны и нормы о рекламе. Теперь блогеры и другие пользователи интернет-ресурсов будут обязаны маркировать платный контент на своих страницах. К слову, в контексте обсуждения законопроекта депутаты подняли вопрос о лудомании, то есть зависимости от азартных игр. По мнению депутатов, во всем виновата агрессивная реклама игорных платформ. Вице-министр информации Евгений Кочетов признал, что в законе нет специальных норм, посвященных лудомании, хотя предложения включить их в проект были. При этом отдельный закон по игорному бизнесу все-таки будет, причем его рассмотрят уже в этом году. Вообще некоторые депутаты, к примеру, Руслан Берденов, выступают за полный запрет азартных игр в Казахстане. И это довольно дискуссионный вопрос. С одной стороны, проблема действительно есть, хотя ее масштабы неизвестны. Бороться с нелегальными казино нужно. И эта работа ведется. С начала года в Казахстане были заблокированы более трех с половиной тысяч интернет-казино. Правда, это похоже на борьбу с ветряными мельницами, так как проблему блокировки все равно не решают. С другой стороны, если мы говорим о легальных казино и букмекерских конторах, они тоже являются частью бизнеса общества. Например, в западных странах распространена модель, в которой букмекеры вкладывают деньги в развитие спорта. Это выглядит довольно органичным процессом. То есть здесь нужно принимать взвешенные решения. Напишите, кстати, в комментариях, стоит ли запрещать в стране азартные игры полностью или будет достаточно их эффективно регулировать. Также нужно понимать, что лудомания на официальном уровне не признается проблемой. К примеру, в 2021 году Минздрав сообщал, что на диспансерном учете тогда состояло всего 8% с патологическим влечением к азартным играм. Другая статистика в стране не ведется, потому что каких-то масштабных исследований проблемы не было. Нам кажется, что как раз с этого и нужно начинать. Сначала изучить проблему, признать ее официально и только потом решать, какие законы принимать. Но вернемся к теме интернет-платформ. Новый закон обязывает собственников или законных представителей онлайн-ресурсов незамедлительно уведомлять госорганы Казахстана о выявлении противоправного контента и блокировать аккаунты на территории Республики Казахстан, если их уличат в нарушениях. Также документ вводит обязательную интеграцию казахского языка в интерфейсы и модернизацию онлайн-платформ. Все это возвращает нас к разговору о законе о защите детей от кибербуллинга, который в народе назвали поправками Сары Мазакиевой по фамилиям авторов документа. В прошлом году вокруг этого закона было много споров и в итоге после волны критики его приняли в измененном виде с кучей компромиссов. Как будет работать нынешний закон, в котором прописаны похожие меры? Сейчас под эти нормы меняются и другие законы. Например, в Уголовном кодексе вносятся поправки в статьи, устанавливающие ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации в интернете. В закон о правах ребенка и об образовании вносится поправка в определение понятия травли или кибербуллинга. То, что в интернете нужно со всем этим бороться, вопросов не вызывает. Если речь идет о казахстанских платформах, то им наладить диалог с государством будет проще. А что делать с иностранными платформами? Пойдут ли они навстречу? Согласятся ли они сотрудничать на таких условиях? Смогут ли технически адаптировать свои ресурсы под новый закон? А самое главное, что будет, если требования выполнить не получится? Будет ли ограничен доступ к этому ресурсу? Отметим, что в новый закон включили не только соцсети, но и мессенджеры. Мы помним, какую роль они играют в критические моменты. Призывы к незаконным действиям во время январских событий, а также беспорядка в Кордае и в Пиджиме. Все это было в Телеграме и Ватсапе. Но все равно в этой части закон смутил некоторых экспертов, принимавших участие в его обсуждении. Вот, например, что говорил член общественной палаты при Можелесе Муслим Хасенов. Цитата с портала Tengri News. В одной статье мессенджеры приравниваются к платформе, в другой они разводятся в разные понятия. И здесь вопрос о тайне переписки. Если мы приравниваем к онлайн-платформе, то, соответственно, возникает вопрос, насколько конфиденциальной будет переписка между пользователями и каков предел раскрытия этих данных по требованию полномоченного органа. Пока по новому закону вопросов без ответов слишком много. И хотя он принят, почва для него все еще слишком сырая. В этом процессе очень многое будет зависеть от того, насколько качественно будет проведена подготовительная работа и получится ли найти взвешенное решение, чтобы и незаконный контент ограничить и права пользователей не нарушить. Также очень важно понять, насколько казахстанская аудитория цена для зарубежных интернет-ресурсов. Если ценность невелика, то им будет проще покинуть наш сегмент интернета, чем перестраивать свою работу. Если же собственники платформ дорожат казахстанской аудиторией, то с ними можно будет договориться. А пока мы ждем подробностей по этой теме, поговорим о второй интересной новости последних дней. Речь идет об очередном пакете санкций Евросоюза. В предыдущих выпусках мы уже высказывали свою обеспокоенность тем, что Казахстан может попасть под вторичные санкции за продажи России товаров двойного назначения, то есть продукции и компонентов, которые могут использоваться в военных целях. И в новых санкциях действительно упоминается Казахстан. Правда, в другом контексте. Речь идет о запрете на транспортировку российской нефти по северной ветке магистрали Дружба. Этот нефтепровод используется для поставки ресурсов страны Восточной Европы. Причем относительно недавно, в начале июня, президент Казахстана Касамжумар Тукаев рассказывал, что Казахстан начал поставлять нефть в Германию как раз по магистрали Дружба. С начала года мы отправили 90 тысяч тонн, но потенциал здесь большой. Можно достичь показателя в 1,2 миллиона тонн в год. А в начале года Министерство энергетики озвучивало прогноз, что в перспективе объемы нефти могут вырасти до 6-7 миллионов тонн в год. Что интересно, наша нефть поставляется на немецкие НПЗ в городе Швидте, рядом с Берлином. Это очень важный завод для восточной части Германии. И до осени прошлого года большинство акций предприятия принадлежало Роснефти. Сейчас эти активы находятся под контролем правительства Германии. При этом в новом пакете санкций прописаны ограничения только для российской нефти. Транзит нефти, добываемой в третьих странах, включая Казахстан, под запрет не попадает. В Европе говорят, что таким образом они усиливают давление на Россию, лишая ее ресурсов, но при этом стараются не затрагивать интересы других стран. Также среди сдерживающих мер есть возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые они поступают в Россию. И это как раз таки касается товаров двойного назначения. Мы помним, что в Казахстане проблему не признают, хотя и говорят о том, что проконтролировать все поставки невозможно. Немного подробностей озвучил недавно министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. По его словам, ранее представители западных стран передали Казахстану список из 7 тысяч видов товаров, которые попали под санкции. Позже, после переговоров с США и Европейским Союзом, список был значительно сокращен. Сейчас в нем всего 104 вида товаров. Это тот тип продукции, детали которой были обнаружены в обломках подбитой российской военной техники. За компаниями, которые занимаются поставкой таких товаров, например, микросхем, был усилен контроль. Для них ввели социальные электронные счета фактуры и отдельный логистический контроль. Правда, название этих компаний министр не назвал, но уточнил, что под наблюдением находятся более сотни поставщиков. По всей видимости, эти меры пока удовлетворяют Запад. Несмотря на то, что еще в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн говорила, что новый пакет санкций может коснуться третьих стран, в этом же контексте она добавила, что эти меры будут использоваться очень осторожно после анализа всех рисков и содобрения всех членов ЕС. Это звучит так, как будто данный механизм пока вряд ли будет задействован. Более того, мы видим, что Казахстан и Европа планируют расширять сотрудничество. На прошлой неделе в Казахстан приезжал президент Германии Франк Вальтерштайнмайер. И он в разговоре с нашим президентом подтвердил, что Казахстан является ключевым партнером Германии в Центральной Азии в политическом, культурном и экономическом плане. Более 80% объема внешней торговли Германии со странами Центральной Азии приходится именно на нашу страну. Можно сделать вывод, что пока западные страны будут всячески оберегать торговые и политические связи с Казахстаном, которые стали еще более важными после начала войны в Украине. Нам же сейчас необходимо показать, что наша страна готова развивать отношения. Причем это не в последнюю очередь зависит от усилий, которые Казахстан прилагает в части соблюдения санкций. В общем, события складываются в нашу пользу. Да, экономика нашей страны пострадала из-за нестабильной обстановки в регионе. В то же время перед нами открылось окно возможностей и обстоятельства заставляют Казахстан форсировать проекты, которые ранее были отложены в долгий ящик. Редко нам удается закончить выпуск на позитивной ноте, но это кажется как раз тот случай. Всем пока!